МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Рязанской области перед судом предстанут фигуранты уголовного дела о пропавшей летом 2015 года супружеской паре грибников. Стихийные рынки в Рязани продолжают загромождать и без того узкие тротуары города. Любители звездного неба в августе невооруженным глазом смогут наблюдать множество интересных космических явлений. На аэродроме в Дягилеве объявили победителей Авиадарс-2016. Соревнования длились 10 дней. Во всех 11 номинациях награда за первые места уходит российским АСАМ. Победитель международных соревнований в военных летчиках Авиадарс получит автомобиль УАЗ Патриот. За второе место предусмотрены квадроциклы, за третьи скутеры. Алена Куколева побывала на церемонии закрытия. По итогам главного летного конкурса этого года летчики, занявшие третье место, получили в подарок скутер. Второе место – квадроцикл. Ну а лучшие из лучших уехали на своем личном автомобиле. На своем автомобиле из Рязани уедут и эти молодые люди, которые заняли первое место в номинации «Лучшая бомбардировочная авиация». Выполняли полеты на технику пилотирования, на поиск наземных объектов и обнаружение, а также выполнение полетов на боевое применение, с применением авиационных средств поражения, в частности, бомбометание и стрельбу неуправляемых ракет. По вашему мнению, сложно было побеждать? Конечно, сложно побеждать. Конечно, все были противники сильные, но мы оказались лучшими. Во время зачетных полетов экипажи из России, Китая, Казахстана и Белоруссии отработали применение ракет и бомб по мишеням различного класса, а также сдали нормативы по технике пилотирования, навигации и воздушной разведки. Заняли первое место летаем на вертолетах Ми-8. В сложной борьбе выиграли. Рады, очень большой опыт. Очень понравилась все организация. Хорошая, прекрасный летний день. Мы счастливы, что выиграли. В завершении программы асы со всей страны подарили жителям и гостям Рязани грандиозное воздушное шоу. Воздушные фантазии кажутся безграничные. Огромный аллигатор повис над аэродромом. Под лопастями К-52 вертолеты с хищным прозвищем закипают, как будто и асфальт. За свои шалости аллигатор извиняется, а зрителям от него поклон. Фигуры высшего пилотажа. Их выполнили стрижи и русские витязи, до которых здесь, кажется, можно дотянуться руками. Групповое выполнение петли Нестерова или мертвой петли у зрителей дыхание перехватывает. Все разговоры сейчас о следующих играх. Пройдут ли они в России, пока неизвестно. Иностранные партнеры уже задумываются расширить масштаб и проводить соревнования и в своих странах. В Рязанской области перед судом предстанут фигуранты уголовного дела о пропавшей летом 2015 года супружеской паре грибняков. А делом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя города Рязани, обвиняемого в жестоком убийстве, совершенном с целью сокрытия другого преступления. На скамье подсудимых окажется 48-летний житель Рязани и двое его сыновей, 91-93-го годов рождения. Старшему фигуранту предъявлено обвинение сразу по семи статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство, совершенное с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление. Покушение на убийство. Незаконный оборот наркотических средств и незаконный оборот переделка огнестрельного оружия и боеприпасов. Год назад двое грибников набрели на участок произрастающей конопли. Ее культивировали и охраняли обвиняемые. Чтобы ликвидировать свидетелей, отец с двумя своими сыновьями связали грибников. Заставили их спуститься в заранее вырутую яму. После этого супружескую пару расстреляли. Мужчина умер сразу. Жена была ранена и притворилась убитой. В результате пролежала рядом с трупом супруга двое суток, пока их не нашли местные жители. Сами обвиняемые скрывались. Затем были обнаружены на Северном Кавказе. В ходе расследования проведено множество следственных действий, в том числе сложных судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 20 томов. Стихийные рынки в Рязани продолжают загромождать и без того узкие тротуары города. Несомненно, многих граждан несогласованные продуктовой точки устраивают. Удобно выйти из автобуса на остановке, приобрести свежие фрукты и овощи, не тратя время на очереди у касса супермаркетов. С другой стороны, безопасность продаваемых на стихийных рынках продуктов весьма сомнительна. Да и опять же, где людям ходить. Подобные развалы периодически появляются и на улице Тимакова. Наша съемочная группа совместно с сотрудниками полиции вышла в рейд по несанкционированным точкам продаж. О результатах расскажет Алена Куколева. Перевернутый деревянный ящик, их прилавок, шум улицы – непременный атрибут деятельности. Уличные торговцы продолжают занимать те места, где торговать запрещено. С одной стороны, несанкционированные торговые точки портят внешний вид улицы и загораживают свободный проход. С другой, покупателей вполне устраивает по дороге, например, с поликлиники, как здесь, на улице Тимакова, купить овощи и фрукты. Цены здесь невысокие, качество товара тоже соответствует. Как правило, торгуют продуктами прямо с огорода. Хочется дешевых и хочется свежих продуктов. Вот что хочется. И бабульки, которые приходят сюда, они же не спекулянты. Мне лично не мешает, мне очень нравится. Потому что, во-первых, здесь их становится меньше. На тот рынок переносит, где там платные, там их стоят единицы. И приходят вот из-за мелочи нигде не купишь. Мне нравится. И очень вот я просто возмущена, что вот их убирают сейчас. Потому что я картошку свою выращу, я имею право продать. Картонка, перевернутое ведро и газета. Магазин быстрого реагирования. Полиция совместно с администрацией города борются со стихийной продажей в этом районе уже несколько лет. За отсутствие документов об индивидуальном предпринимательстве и за место торговли в запрещенном месте этим людям теперь грозит штраф от одной тысячи рублей. Ну, во-первых, здесь вообще тротуар. Вы сами видите. Здесь вообще запрещено торговать. Вот здесь рядом рынок. А вот для таких вот граждан специально выделяются места. Завидев сотрудников полиции, прохожие и покупатели возмущаются. Зачем притеснять и без того самую уязвимую категорию населения? Ведь чаще всего торгуют собственным урожаем пенсионеры. Ну, разве здесь проход маленький? Ну, сделайте в одну линию, разрешите в одну линию, пускай свободно будет и хорошо будет. Ну, куда же нам деться? У нас лекарства какие вон дорогие. А свой бабушка лишний урожай выросил. Почему бы не продать лишний пенсии денежка? Мы всего торгуем, у нас период торговли всего три месяца. И нам не дают нигде торговать. А по телевизору в начале весны сказали, что частник должен вот в любом времени, в любом месте встать и продать свой товар. Ни частники не мешают, ни те, которые здесь продают оптом. Потому что мы должны иметь место, где можно купить подешевле. И, казалось бы, чем самодельные прилавки мешают городу, раз самих рязанцев все устраивает. Разве что лишь мусор остается после такой бойкой торговли. Как вы видите, данные места располагаются торговлей на тротуаре. И в дальнейшем, когда торговцы уходят, оставляют с собой мусор, коробки и так далее. То есть, не совсем приятно гражданам, которые проходят и видят вот это все. Старикам здесь не место. Фраза из культового фильма. Бабушки-судоводы сдают позиции и собирают обратно в коробки помидоры и огурцы. Кстати, рынок, который прямо за углом, продавцов почему-то не устраивает. Говорят, что прилавках на всех не хватает и за место приходится еще и платить. Чтобы не вот так делать, а нормальные, хорошие условия. А то для перекупщиков все 24 условия. А для бабулек, которые свой урожай вырастить, не могут продать. С них держат еще 7 шкур. Хорошие условия, как выясняются, существуют и совсем недалеко. Выходим на рынок на так называемые бесплатные места для торговли сельхозпродукцией. И видим удивительную ситуацию. Лавки здесь почти пустые. Бойкой торговли, как за пределами рынка, здесь нет. То, что продавцов слишком много, а места для них слишком мало, это неправда. В связи с тем, что там больницы, проходимость больше. Хотя вот в том году все здесь стояли, там поставили пост, и здесь замечательно все торговали. А из-за того, что стоят там, сюда уже народ не идет. Вот мы занимаемся, места приезжаем рано, а народ, посмотри, нет никого. А там, естественно, уже народ больше. Поэтому туда все идут. Объективный экономический закон гласит, если есть спрос, есть и предложение. Здесь он работает в абсолютной степени. Покупателям просто лень зайти на рынок, а продавцы идут за покупателем и готовы предлагать свой товар там, где он будет покупаться. Несмотря на штрафы и гонения. В данном случае на бордюре. Долгое время улицы Боголюбова и Тимуровцев соединяла пешеходная дорожка, в середине которой находился мост через ручей Быстрец. Этим маршрутом ходит большое количество жителей. Микрорайон Дашково-Песочни. На работу и в школы. С началом строительства нового жилого комплекса этот удобный и короткий маршрут был отрезан. Уже в марте этого года мост частично затопило. В мае по нему уже было невозможно пройти. Ну а к августу он полностью ушел под воду. Анна Герцовская на себе проверила безопасность и удобство такого короткого пути. У нас проблема возникла с этими стройками. Видать, они перегородили где-то эту речку. Сваливают землю вниз и она перекрывает речку. И все затопило. За пруду такая, чтобы не пройти вообще никак нельзя. По словам местных жителей, еще при Советском Союзе здесь была проложена хорошая асфальтная пешеходная дорога. Был построен мост. В марте этого года его затопило. Вот эта куча земли, скорее всего, и является причиной проблемы. Даже если по этому мостику раньше ходили люди, то приехав сюда, можно убедиться, что здесь совершенно небезопасно по ряду других причин. Например, здесь полностью отсутствует какое-либо освещение. И те же школьники или люди, спешащие на работу, каждый день рискуют оказаться в неприятной ситуации. Так что, может быть, этим людям стоит действительно задуматься над тем, чтобы миновать этот участок в обход до тех пор, пока здесь не появится освещение и не будет полностью благоустроенной территории. Как видно, берега связывает теплотрасса. На ней есть следы людей. Значит, они рискуя своим здоровьем сокращают здесь путь. Но большинство местных жителей избрали другой вариант. Теперь, когда переход по мостику стал невозможен, людям приходится ходить по этой тропинке, совершая еще больший путь. Казалось бы, довольно живописное место, однако местные жители говорят, что оно еще более дикое и еще более небезопасное. По словам местных жителей, в темное время суток в этом районе действительно очень опасно. Место весьма криминальное. Нередки появление в этих зарослях наркоманов и пьяниц. Были очень частые нападения. Даже случай был, могу из своей жизни рассказать, с моим братом. Он шел через овраг, поздно, поздно, уже вечером, уже темно было. Сзади выскочили из-за кустов, стукнули по голове, видимо, или бутылкой, или какой-то специально резиновой такой дубинкой. Конечно, вывели его из чувств, потерял сознание человек. По карманам шмонали, украли у него сотовый телефон. Это вот на тот момент, что у него был самый ценный с собой. И это не единственный случай, и много людей страдало. Бывали, что и раздевали, и собаки там бегают, и крысы бегают. Там они сделали какую-то мусорку, все туда обходы бросают. Мусор, овраги, нет освещения – это нормальная ситуация для местных жителей. Люди привыкли, ходят тут, поскольку по главным улицам в обход придется идти 3-4 остановки. Ходим, привыкли. И хожу тут с 85-го года. Меня все устраивает. Так что как минимум 30 лет ситуация в этом районе не улучшается, а теперь она стала еще хуже, чем обычно. Местные жители с начала этой весны требуют, чтобы на их проблемы власти обратили внимание. Помогли облагородить территорию для того, чтобы здесь стало безопасно ходить. С наступлением августа любители астрономии все больше устремляют свои взоры в небо. Земля проходит через метеорный поток. Уникальное астрономическое явление. Только в этом году оно будет еще более насыщенным, ярким и красивым. В ближайшие выходные жители всей Земли, в том числе и Рязани, невооруженным глазом смогут увидеть более 200 метеоров, сгорающих в атмосфере. Такие падающие звезды лучше всего наблюдать за городом. Анна Герцовская расскажет подробности. Поток Персеиды – ежегодное явление. Такое название он носит, поскольку появляется со стороны созвездия Персея. Мельчайшие частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Его интенсивность постепенно растет, достигает пика и постепенно падает. Это такие частицы, которые, врезаясь в атмосферу Земли, начинают сгорать. Сгорают очень быстро и дают очень яркие вспышки. Почему именно в августе? Дело в том, что именно в эти дни Земля проходит сквозь рой таких частиц, которые оставила после себя такая комета Свифта-Тутля. И вот именно в середине августа каждый год Земля проходит через этот метеорный рой. В этом году ученые прогнозируют рост активности метеорного потока Персеиды в полтора раза по сравнению с предыдущими годами. Уявление будет три пика активности в ближайшую пятницу. Примерно два года назад частицы потока были отклонены гравитационным влиянием Юпитера. Однако в ближайшие дни отклоненные частицы приблизятся к орбите нашей планеты и достигнут Земли. Наблюдать всего лучше в предутренние часы, в предрассветные. Дело в том, что Земля у нас летит утренней стороной вперед, примерно со скоростью 30 км в секунду. И встречный поток именно этой части Земли более интенсивный, потому что мы летим навстречу друг другу, именно утренней стороной. Так что астрономам-любителям или просто заинтересованным гражданам Рязани лучше всего под утро запастись шезлонгами, креслами и спокойно смотреть на небо. Они точно увидят не один десяток падающих звезд, если, конечно, потратят свое время на это явление. Для наблюдений не потребуется телескоп или какая-то специальная техника. Пока мы вели этот репортаж про метеорный поток, нам удалось выяснить и о таких явлениях, как ложные луны или ложные солнца. Эти ситуации иногда называют как две луны или четыре солнца. Вот как обстоят дела на самом деле с этими явлениями. Это все на самом деле чисто атмосферные наши земные явления, когда в высоких перистых облаках свет от солнца или от луны преломляется и собирается в таких каких-то сгустках световых. Получаются такие на самом деле очень красивые атмосферные явления, как гало, когда можно наблюдать вокруг солнца такие светящиеся кольца. А когда бывают сложные гало, не одно кольцо, а несколько, эти кольца пересекаются и в точках пересечения как раз возникают такие ложные солнца, ложные луны. Очень красивые и интересные атмосферные явления. Но ничего сверхъестественного в этом нет. Так что смотрите на небо. Этот август обещает быть очень ярким, красочным и красивым. Не в плане луны или солнца. Речь идет о метеорном потоке. Возможно, в следующем году такого количества падающих звезд уже не будет. Так что ловите момент. И на этом мы завершаем наш выпуск. День города прощается со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин